Из этой военной кампании хорошего у нас не выйдет. Потому что кадры решают всё. Окружение, укомплектованное на 50% трусливыми жополизами, из которых половина просто дебилы, а на вторую половину людьми, которые предадут его в любой момент, готовы предать. С таким окружением выиграть войну невозможно. Даже Сталин не смог бы выиграть войну с таким окружением. Скорее всего, он бы расстрелял три четверти, естественно, сразу. С этим окружением победить нельзя. Никак нельзя. Это окружение будет проваливать всё, что ему поручено. И мы сейчас уже видим, что с одной стороны разведка ФСБ провалилась в хлам. Это факт, к сожалению. А за месяц с военной операцией специальной мы убедились в том, что, ну допустим, что и так подозревалось очень многими, что наше Министерство обороны превосходно умело организовывать парады, а воевать войска не умеют. Столкнувшись с не самой сильной армией, но обстрелянной с украинской армией, российские военные не сумели выполнить, ну не сумели достичь ни одной стратегической победы. Российские войска не сумели создать ни одного котла, кроме тех крепостей, которые украинские военные специально им оставили, чтобы задержать их продвижение. Это имеется в виду Болноваха и сейчас Мариуполь, который до сих пор не взят. В дипломатии у нас провалилась еще при Лаврове, и конкретнейший пример убогости нашего дипломатического, как говорится, фронта, это Месье Мединский. Разведка провалилась, теперь проваливаются вооруженные силы. Если не будет кадровых, подчеркиваю, в первую очередь кадровых перемен, то у меня очень бомрачный взгляд на то, как будет протекать и чем может закончиться эта война. Не говоря уже о том, что и на государственном уровне, на уровне Верховного Главнокомандующего я наблюдаю провал.